Привет, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Мой гость видел исцеление после своих молитв, но когда он получил удивительное откровение, то начался поток чудес. Вы хотите узнать, что именно произвело такой эффект? Если да, оставайтесь с нами. Существует ли сверхъестественное измерение? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественное». Мой гость годами видел чудеса. Но затем что-то произошло, и начался просто поток чудес. Убедитесь в этом сами. Что происходит? Мама сказала, надо победить болезнь. Ну так давайте попробуем. Побежали. Мне уже не нужна опора для ходьбы. Раньше я не мог без нее обходиться. Я вышел сюда по вере. И стою. Тут, без опоры. Давайте порадуемся этому. Теперь я хожу без опоры. Я не вернусь в инвалидную коляску. Я не умру. Я буду жить. Бог дал мне два новых колена. Да? Аминь. Что у вас произошло? У меня новые колени. Прекрасно. И что вы теперь, мужицы? Могу вот так. Давайте проверим. Пройдемся с вами. Слава Богу. Вы видели, каков Чет Гонсалес сегодня. Однако, когда он учился в колледже, с ним произошло то же, что происходит со многими другими студентами. Его вера пошатнулась. И однажды он бросил вызов Богу. Как это было? Да, свет моей жизни наступил момент, когда я стал сомневаться в реальности Бога. Я слышал, что Бог целит или творит чудеса, но лично ничего не видел. В колледже меня никто не заставлял ходить в церковь, поэтому я стал во многом сомневаться. Девять месяцев спустя один знакомый пригласил меня на служение в церковь. Я сел на самый последний ряд. Я был зол. Мне не хотелось там находиться. Я сомневался в реальности Бога. И вдруг евангелист произнес. Если кто-то желает, чтобы Бог прикоснулся к нему, если вам нужно исцеление, выходите вперед. Мне было 19 лет. Я сидел сзади, скрестил руки, и вдруг с моего языка слетели слова. Боже, если ты реален, я хочу увидеть, что у тебя есть. Я бросил Богу вызов, потом встал с другими людьми. Стоя все так же со скрещенными руками, я смотрел, как евангелист, возлагал руки на разных людей. Он дошел до женщины, стоявшей рядом со мной, и возложил на нее руки. Я пристально за ним наблюдал. Когда он возложил руки на эту женщину, меня словно ударило током. Я ощутил, как по всему телу прошел разряд электричества, а ноги охватил жар. Я весь дрожал по двум причинам. Во-первых, я понял, что Бог реален. Во-вторых, я осознал, что Бог любит меня достаточно, чтобы доказать, что Он реален. С того момента моя жизнь радикально изменилась. Я всегда был прилежным мальчиком и ходил в церковь три раза в неделю. И несмотря на это, я задавался вопросом, а реален ли Бог? Я знал, что есть и другие люди, которых волнует тот же вопрос. Поэтому моя миссия заключалась в том, чтобы не только самому встретиться с Богом, но и помочь в этом другим людям. И не умом, а на личном опыте познавать, что Бог любит людей, живет в них и хочет действовать через них. Чет получил ответы на все свои вопросы всего за одну минуту. Все, что вам нужно, это одна минута, проведенная с Богом. Чет стал евангелистом исцеления, был достаточно в этом успешен. Он видел чудеса, но затем он получил откровение, из-за которого я и пригласил его сегодня в студию. Расскажите нам, каким же образом вы получили это удивительное, чудесное откровение. Я читал работы таких людей, как Джон Грэхэм Лейк и Смит Вигглсворт. К слову, Смит часто упоминал о жизни Бога. Джон Лейк тоже писал о жизни Бога. Порой он называл это молнией Бога. Я этим заинтересовался. В книге Фреда Босуорта «Христос-целитель» тоже есть глава о жизни Божьей. Я стал размышлять над этим и исследовать Евангелие от Иоанна. Я заметил, что Иисус много говорил об этой жизни, о жизни Божьей, которую Он дает людям. Я обнаружил, что Бог дал эту жизнь Иисусу, и Иисус осознал, что теперь Он ею распоряжается. Он сказал, «Я пришел, чтобы вы тоже имели эту жизнь». Но в тот момент, когда мы учим о жизни Бога в нас, оказывается, что люди начинают смотреть на самих себя, на свою веру, свое исповедание, свои дела. Им нужно вновь сфокусировать свой взгляд на Иисуса и понять, кем Он является внутри них. Тогда и начались чудеса. В своей книге вы объясняете, что Адам утратил жизнь Богом. Как и когда это случилось? Только подробнее. У Бога был изначальный замысел. Он вложил свою жизнь в Адам. Таким был его план для человечества. Но после этого Адам согрешил. Он умер духовно. Он был отделен от Бога и утратил эту жизнь. Но самое прекрасное, что мы видим в Ветхом Завете, Бог дает обетование через пророков о Новом Завете, который Он заключит с людьми. Он придет и будет жить в них, будет обитать в них. Он вложит в них свою жизнь и свое слово. Бог всем сердцем стремился воссоединиться с человеком. В первой главе от Иоанна мы видим, что этот план начал осуществляться. С первого по четвертой стихи сказано, что в Иисусе была жизнь. В нем была жизнь, жизнь вечная, жизнь с избытком, и эта жизнь была светом для людей. Затем можно перейти к пятой главе с двадцать первого стиха, где сказано, что Иисус стал понимать, что является обладателем этой жизни. Он говорит, эта жизнь есть у Отца, и у меня она тоже есть. Затем Он говорит, я могу дать ее кому угодно и когда угодно. Иисус понимал, что обладает этой жизнью и может давать ее людям. Вы можете передать то, что у вас есть кому угодно, и вам не нужно спрашивать на это разрешение. Я ни разу не видел, чтобы Иисус просил Бога кого-то исцелять. Я ни разу не видел, чтобы Иисус просил у Бога разрешение кого-то исцелить. Почему? Потому что Бог дал Иисусу миссию и снарядил его этой жизнью. Чет получил это откровение от Бога. А что произошло, когда вы впервые начали учить об этом? В первый раз я ощутил решимость учить об этом в молодежном лагере в Вашингтоне. Один из моих лучших друзей был там молодежным пастором и пригласил меня говорить слово. Я учил о нашем союзе со Христом и его великолепных делах. Так прошло около 30 или 40 минут. И вдруг на служении стали происходить чудеса. Всего в лагере было около 200 подростков. И начались чудеса. У одной из девочек была болезнь кожи. Пока я учил, один из помощников поднял руку и позвал. «Чет, подойди сюда. Тебе надо это увидеть». Я подошел. Девочка была одета в футболку и шорты. Болезнь кожи проявлялась на всем ее теле. И буквально на наших глазах проявления этой кожной болезни стали исчезать. Сначала на лице, затем на руках, затем на ногах. Вы прямо это видели, да? Да, мы видели это своими глазами. Это не было открытое видение или что-то еще. Мы видели, как проявление этой болезни. Красные воспаленные бугорки исчезают у нас на глазах. Словно кто-то взял ластик и стирал их с кожей. Еще был маленький мальчик, практически слепой. У него были очки с невероятно толстыми стеклами. Он был мгновенно исцелен. Была девушка, у которой был разрыв вращающей манжеты. Ее рука безвольно висела. У нее вдруг поднялось плечо, мышцы окрепли, и девушка смогла поднять обе руки, хотя никто ее не касался. Она была исцелена. Было и много других чудес. Это были подростки, которые толком не знали, как себя вести. Они получали исцеление и просто сидели на месте. Короткие ноги отрастали, уши открывались. У одного мальчика была порвана связка в колени. Он тоже был исцелен и стал бегать. «Чет, у вас есть послание, и вы делитесь этим посланием». Но у меня возник еще один вопрос. С подростками это сработало. Но сработает ли это с другими? Однажды Чет учил в собрании Кеннета Хейгена. Эти люди много знают об исцелении. Вы говорили недолго. Они знали все места Писания. А что произошло, когда вы там говорили? Вы думали, что произойдет то же самое? Мой план был именно таким. Поехать туда и увидеть силу Бога. Приехав, я учил о том же самом, о нашем единении со Христом. Я учил около 40 минут. И вдруг там тоже начали происходить чудеса. У одного из ашеров тоже была повреждена вращающая манжета. Он был мгновенно исцелен и смог поднять руку. Еще была одна молодая женщина, которая сказала мне, «Я католичка». Когда я покупала продукты в супермаркете, здесь, через дорогу, ко мне подошла женщина и пригласила на это служение. Какое-то время назад я попала в страшную автокатастрофу и долгое время страдала от сильной боли. Когда вы учили, я ощутила сильный жар в своем теле, и вся боль ушла, я вновь могу свободно двигаться. На этих служениях никто ни на кого не возлагал руки. Люди просто получали исцеление. Все потому, что они меньше фокусировались на проблеме. Они стали осознавать, что находится внутри них. Это та самая жизнь Бога, которая дает и исцеление, и восстановление, как тела, так души, так и духа. А сработает ли тоже послание в случае, ну, например, освобождения? Да. В городе Талково, штат Оклахома, была одна такая женщина. Мы наблюдали там множество чудес. Я подошел к одной женщине, которая была глухой на оба уха. Она носила слуховые аппараты, потому что без них она совсем ничего не слышала. Я подошел, чтобы возложить на нее руки, и вдруг понял, что причина глухоты – бесы. Я возложил на нее руки, взял власть над бесами и призвал жизнь Бога в ее тело. Самым прекрасным был тот момент, когда она сказала «Я слышу свой собственный голос». Она начала прыгать и кричать от радости. Позже пастор сказал мне «Чет, ты даже не представляешь, какой была предыстория». Эта женщина раньше была с Дэвидом Карэшем в городе Уэйка в Техасе. Она сбежала за несколько дней до осады ранчо Дэвида силами ФБР. Эта женщина была вовлечена в культ в течение 20 лет и получила освобождение. В ее теле стала течь жизнь Бога, а ее уши открылись. Люди задают вопрос «А зачем Иисус пришел и умер?» Логичный ответ, конечно же, истинен, чтобы люди шли на небеса. Но вы говорите «И не только это». Да, это далеко не все. Иоанна 10.10 – это хорошо знакомые многие местописания, в котором звучат слова Иисуса. «Вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел, чтобы имели жизнь». Иисус не сказал «Я пришел, чтобы вы шли на небеса». Он сказал «Я пришел, чтобы вы что-то приобрели, чтобы Я мог чем-то вас наделить». Слава Богу, что есть небеса, на которые мы можем пойти. Но это лишь один из аспектов спасения. Иисус пришел не для того, чтобы изменить наш пункт назначения. Он пришел, чтобы изменить наше положение с Богом. Он пришел не для того, чтобы куда-то нас забрать. Он пришел, чтобы вложить внутрь нас свою жизнь, которая будет влиять не только на нас самих. Ключевое слово – это «сейчас». Это важнее, чем то, что мы идем на небеса. Цель нашего пребывания на земле в том, чтобы быть носителями жизни Бога здесь и сейчас. Многие служители сомневаются и не верят в исцеление, потому что не видят результатов. Положим этому конец. Мы скоро вернемся. Чет, есть какие-то недостающие ингредиенты? Какие? Где-то что-то не стыкуется. Дело ведь не в Боге или в Его Слове. Так в чем же загвоздка? Загвоздка в отсутствии осознания Бога. Многие из нас знают Писание от и до, знают, что именно нужно делать, как и когда, но нужно еще и осознание Бога и Его жизнь внутри нас. Вот чего многим недостает. Вы можете заметить, что Иисус всегда говорил об этом «Отец во мне», «Отец со мною», «Это творит Отец, живущий во мне». Во многих формах веры совсем нет Бога. Иисус сказал в 15 главе Иоанна, «Я есть млоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». Многие из нас пытаются приносить плоды, но делают это без Иисуса. Мы пытаемся сделать это своими силами. Мы знаем определенные правила, своего рода азбуку. Знаем, что нужно нажать правильную кнопку и дернуть за нужный рычаг. Но дело совсем не в этом. Суть в том, чтобы поддерживать и взращивать в себе осознание Бога внутри нас. Нам нужно быть носителями Бога внутри себя. Расскажите мне о церкви в Алланое. Конечно, мы приехали в церковь, где много пожилых людей, и я учил всему, о чем рассказываю вам. Прошло около 15 минут, а затем я остановился и понял, что ни к чему не приду. Я так и сказал, друзья, так мы ни к чему не придем. «Позвольте, я докажу вам, что все, о чем я вам говорю, истинно». В собрании было много пожилых людей, и я знал, что у кого-то есть проблемы со спиной. Я спросил, у кого проблемы со спиной. Среди поднятых рук я выбрал женщину, которая сидела ближе всех. Она сказала, что у нее болит нижняя часть спины. Поднимаясь, она сказала, «Кстати, у меня одна нога, короче, другой, и деформированная ступня». Я подумал об этом, я не спрашивал. Какое-то время я собирался с мыслями и стал напоминать себе о том, кто обитает во мне. Действовал не я, а отец, который пребывает во мне. Его жизнь текла через меня. Я попросил эту женщину встать, она сняла туфли, и я увидел эту деформированную ступню. Стоя в трех метрах от нее, я просто призвал исцеление. И вдруг нога начала расти, а ступня раскрылась. Все присутствующие, конечно же, тоже это видели. Следующие четыре часа, я не преувеличиваю, мы наблюдали одно чудо за другим. Четыре пары глухих ушей были исцелены. У двоих мужчин, искривленные из-за сколиоза спины, мгновенно распрямились. У одной молодой девушки после автокатастрофы парализовала правую часть лица. Она получила исцеление, и к лицу вернулась подвижность и чувствительность. Был пожилой мужчина, у которого очень сильно опухли ноги. Они были перемотаны бинтами, чтобы кожа не лопалась. Я возложил на него руки, и тут его брюки, которые плотно обтягивали ноги, стали висеть свободными складками, а ноги уменьшились в объемах. Мужчина побежал в уборную, сорвал себя все бинты и вбежал в зал с криками. «Я исцелен! Я исцелен!» На вечернее служение он пришел уже в шортах, чтобы все увидели его ноги. У этих людей состоялась личная встреча с Богом. Они увидели Слово Божие в действии. Это были уже не просто слова, это был личный опыт и встреча. Их сердца открылись, и все стало очень легко. Они стали осознавать Бога внутри себя. У одного мальчика был нарост на шее. За него молились родители, которые знали все места Писания об исцелении. Я приехал в их город на два служения исцеления. Мы возложили руки на этого мальчика и призвали жизнь Бога на эту шею и нарост. Год спустя я приехал в этот город вновь, чтобы послужить этим людям. Эти люди встретили меня первыми и сказали, «Чет, смотри!» Они подвели меня к своему сыну, нарост исчез. Это было еще одним проявлением любви Бога и жизни Бога в действии в цели этого маленького мальчика. Нас смотрят люди, которые говорят, «Я не знаю, есть ли внутри меня жизнь Бога. Сейчас ваше время испытать жизнь Бога в действии». Я хочу, чтобы вы повторили за мною вслух эту молитву прямо сейчас и сделали это от всего сердца. Повторяйте за мною вслух. Дорогой Бог, я грешник. Я очень раскаиваюсь. Я верю, что Иисус умер из-за моей грехи. Я прошу тебя. Драгоценный Иисус, приди и живи во мне. Высвободи свою жизнь в каждую клеточку моего тела прямо сейчас. Я прошу тебя не только быть моим Спасителем, Иисус. Будь моим Господом и Спасителем навсегда. Аминь. Поделитесь парой важных моментов из вашего учения. Я хочу, чтобы вы помнили два таких важных момента. Во-первых, жизнь Бога внутри нас, внутри нас и для нас. Во-вторых, жизнь Бога внутри нас для других, чтобы мы передавали ее другим людям. Та же мера той жизни, которая была в Иисусе, есть и внутри нас точно таким же образом. У нас нет в ней недостатка. Я хочу ободрить всех тех, кто слушает сейчас эту программу. Мы говорили о жизни Бога. Если вы приняли Иисуса как своего Господа и Спасителя, теперь эта жизнь течет внутри вас точно так же, как она течет в Иисусе, который сейчас посажен по правую руку Бога. Я гарантирую, если вы начнете проверять себя прямо сейчас, вы обнаружите, что наросты и опухоли уже рассасываются прямо сейчас. Есть человек, который находится при смерти на искусственной вентиляции легких. Прямо сейчас жизнь Бога исходит из моих уст и течет ваш дух и ваше тело. Ваши легкие внезапно обретают свободу. Жизнь наполняет все те органы, которые умирали. Прямо сейчас происходит ускорение вашим целям. Не благодаря вам, но благодаря великому и сильному Богу, который живет в вас, великая сила творит чудеса. Я хочу, чтобы вы помолились за исцеление и высвободили жизнь Бога. Я знаю, что все, кто произнес со мной молитву, обрел эту жизнь. Я хочу, чтобы вы высвободили эту жизнь для исцеления и того, что покажет вам Бог. Павел молился за церковь молитвой из 1 главы Ефесиным с 15 стиха. Я молюсь так за себя и помолюсь так за вас. Павел не просил Бога что-то им дать. Он просил Бога открыть им глаза на то, что им уже дано. Давайте помолимся. Отец, я прошу, открой им глаза и помоги им осознать призвание от Бога и увидеть наследие святых. Помоги им понять, как безмерно величие Божьего могущества в нас. Та же сила, которая воскресила Иисуса из мертвых, сокрыта в их духе. Я желаю, чтобы вы познали, что есть высота и глубина. Откроем глаза и помоги им это понять. И не только понять, но и прямо сейчас, во время молитвы, пережить всплеск этой жизни Бога в своем духе и теле. Тот, кто чувствовал слабость, ощущает силу. Тот, кто хромал, теперь ходит. Там, где были наросты, теперь их нет. Там, где было нечестие, теперь праведность. Благодаря свету Божьему, осиявшему их тела и победившему тьму. Мы провозглашаем, что вы исцелены благодаря не делам, но благодаря тому, что Иисус уже сделал для вас. А теперь делает это внутри вас. Мы провозглашаем это во имя Господа и Иисуса Христа. Аллилуйя! Слава Господу! Смотрите в следующем выпуске. Я ощутила Божью славу. У меня было видение. Голубой туман спустился из тронного зала Бога. Я увидела духовное пробуждение. Через это Господь хотел влиять на наш мир. Я сказала, Бог, измени меня, покажи мне, что делать. Всего за последние 20 лет мы обнаружили более тысячи планет за пределами нашей Солнечной системы. В пределах одного только Млечного Пути есть сотни миллиардов звезд, а в обозримой Вселенной можно насчитать порядка сотни миллиардов галактик. Звезд в космосе больше, чем песчинок на всех вместе взятых побережьях Земли. Каждую секунду появляется еще около 48 новых звезд, а в мозге человека насчитывается порядка 86 миллиардов нейронов. Если вы соедините все ячейки ДНК в вашем теле в одну цепочку, ее длина составит около 55 миллиардов километров. Это расстояние сопоставимо с расстоянием до Плутона и обратно, помноженным на 6. А если составить цепочку из клеток крови обычного человека, то ее длина составит порядка 100 тысяч километров. Столько километров вы пройдете, если обойдете Землю два с половиной раза. Скорость, с которой нейронные импульсы идут от мозга, составляет 400 километров в час. Такую скорость не развивают даже гоночные автомобили. Если бы мозг был компьютером, он бы выполнял 48 тысяч триллионов операций в секунду. Сейчас самые современные суперкомпьютеры имеют показатели, равные 2 тысячным процента от этой скорости. Мы хотим предложить вам одну хорошую книгу, которая поможет вам ответить на многие вопросы. У божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. АСН — онлайн-сеть, это сверхъестественно. Теперь доступна для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам. АСН — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов. Загрузите приложение бесплатно. Расписание передач по телевизору рассчитано на наших родителей. С приложением АСН я смотрю их по своему расписанию. Приготовьтесь получить свой прорыв, свое исцеление и свое чудо. Загрузите приложение АСН сегодня. У божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв, когда угодно и где угодно. Теперь доступно для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов. Загрузите приложение бесплатно. Ваши пожертвования этому служению помогут Сиду транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю.